Ну вот моя семья потихонечку, часть, часть семьи. Старший сын Владимир, его дочь Арина, это чтобы так понимать сразу. Это младший сын Андрей. 11 человек, таков сегодня численный состав семьи Мещериных. У нас в стране уважают матерей. Материнский капитал, Дни матери, 8 марта. А вот о роли отца в семье, мне кажется, мы говорим редко. В этом году 22 многодетных папы Самарской области получили награду за отцовские заслуги. И по мнению министра социально-демографической и семейной политики Марины Антимоновой, если бы папы должным образом уделяли внимание своим детям, то многих проблем в стране вообще не было бы. Право на папу. Так я назвала сегодняшнюю программу. Большое, конечно, влияние на мой выбор оказало то, что он на гитаре играл. Это меня сразило, конечно. Ольга и Петр еще в школе знали, что поженится. Пятерых детей не планировали. Говорят, Бог дал, а мы с радостью приняли. Когда родилась старшая дочь Елена, счастливый отец взобрался на третий этаж роддома по пожарной лестнице. Так хотелось увидеть малышку. Я больше помню, когда я их брал первый раз от медсестры. И девчонки пищали тонко. И когда Вовку брал тот, oh! Думаю, вот это мужик родился. Это чувство Петр Владимирович испытает еще три раза. После двух дочерей на свет появились три мальчика. Я полностью доверяла, что если мужчина сказал, значит так и будет, значит бояться нечего Что в принципе и подтвердилось, что как бы детей подняли, воспитали Мы всегда дружили, никогда не было у нас разноклассников Но может в детстве конфликты детские не считаются А подраться? Ну как же без затылки? Куда? Ну со старшим мы не оттягались силами То есть достаточно было под затылки рождать, да? Ну или грозно посмотреть как-нибудь Кто в семье главный? У детей этот вопрос вызывает замешательство Они у нас демократы А что это означает? Они не делят первенство власти И мы не разделяем так же Ну а для вас, вот чье слово, за кем последнее в семье? Все-таки за мамой или за папой? У нас все сообща по маме всегда Петр Мещерин рос в неполной семье Отца не стало, когда мальчику было 11 лет Воспитанию детей сначала учился по книгам Читал Макаренко А потом понял, что готовых правил не существует Воспитанием жизнь занимается, утверждает Петр Владимирович А ведь сама жизнь супругов и есть воспитание Мне всегда очень, так сказать, интриговало Как он отнесется к той или иной ситуации Которая у нас, братья, возникает Но каждый раз ему удавалось нас удивить То есть я не считаю, что он нас как-то ущемлял Такого не было Мы бы росли достаточно свободно Но у нас был пример А от папы что-то пришло в вашу личность? Обязательно Более позитивный взгляд В сложные моменты Мама как-то склонна больше расстроиться сначала Наверное так Ну и Стремление во что бы то ни стало добиться результата Ольга Ивановна говорит, что дети никогда не боялись отца Но его авторитет признавали Мещерин старший немногословен Он редко повышает голос, не применяет жестких методов воспитания Самое страшное наказание для детей Если бы он на меня обиделся, мне было бы очень грустно Если бы я его расстроил, и он на меня обиделся Да, они с папой и выгребную яму копать помогали И огород там прополоть, спалить Девчонок воспитывать труднее, считает Петр Владимирович За них больше переживаешь Еще сложнее с внуками Те вообще из другого мира Их у Мещеринах четверо И все обожают деда Он умеет очень хорошо делать вещи Строить дома А еще... Играть на гитаре Играть на гитаре умеет Я хотела, чтобы он меня бы научил паять Но кататься на вельке я и так умею Я с ним разговариваю А о чем, Марина, ты с ним разговариваешь? Ну... О всяком-то Ты можешь прямо хоть что у него спросить И он все знает, что ли? Ну... Не знаю, что он знает, но, наверное, все знает Ну, я воспринимаю его как папу Ну, да Ну, как-то с детства так сложилось То, что все называли папа-папа Мама-мама И я так решила то, что буду тоже называть Дети в семье Мещериных очень разные Владимир спокойный и надежный Иван творческий, любит поспорить Андрей, как и полагается младшему, с набором привилегий Глава семейства никогда не пытался определить, кто похож на него больше В прошлом году Петр Мещерин получил награду конкурса Отец Отчества Отечества За воспитание пяти и более детей Инициатором признания его заслуг стала вся семья Ольга Ивановна, получая материнские награды Всегда мечтала, чтобы рядом стоял муж Я считаю, что это очень важно для сыновей Потому что они тоже будущие папы И такой пример, как наш папа Он должен, как бы, для них примером является И в то же время, что государство это тоже не безразлично То, что вложенные силы и средства и все остальное На воспитание детей Это как бы не вот только какой-то наш мирок один А потому что семья это как бы маленькое государство И государство сильно с семьей Многодетная семья – это всегда трудности, говорит Ольга Мещерина Какие-то из них от детей скрывали Какие-то делили поровну И только внутренние разногласия супругов Никогда не становились достоянием детей Было очень лестно, когда на одном как-то из наших заседаний На каком-то празднике дочка сказала тост, что старшая Что мы избавили их от вот этих вот склок, от всяких скандалов Это было очень приятно, конечно Праздники в семье Мещеринах отмечать любят Их много Одних только дней рождений в году 11 Заводилой семейных посиделок всегда является папа Больше всего он любит встречи неожиданные, без повода Мне кажется, это вообще мечта, чтобы все вокруг были, чтобы все около него Чтобы он вышел и всех в любой момент мог видеть Мужскую программу Петр Мещерин давно перевыполнил Деревьев посадил без счета Построил не один дом, воспитал трех сыновей А сейчас задумался, а что же такое старость? А вот у мужчин есть категория зрелости И когда уже совсем плохо Когда пришла старость, когда ничего не хочется А ты еще здесь И понимаешь, что ты вот уже другим в тягости Вот до этого бы не дожить Надо жить, двигаться Но это же не про вас еще пока Не, не про нас До старости нам далеко Мне еще многого хочется Ты поскорее мне верни Счастьем ставшие для нас минуты Без тебя, без твоей любви Мне в целом мире видно нет приюта Ты поскорее повтори Все слова, что мне тогда сказала Без тебя, без твоей любви Богатства всей земли Мне будет мало В семье жить будешь Счастье добудешь Сколько лет уже этой пословицы Но откуда же берется семейное счастье? Рецепт один Любовь Только вот ее по рецепту не выпишешь Подписывайтесь на канал Счастье добудет Субтитры создавал DimaTorzok